и в слайке ее в этой системе деселса, думаю, вы уже знаете, наверное, сразу как бы расслаблю вас, push swap к сортировке фактически никакого отношения не имеет. То есть воспринимайте его как игру, потому что само задание требует, чтобы ваша программа выплевывала, скажем так, то количество команд, которые требуют само задание. Что это значит? Это значит, что сама программа может работать очень медленно, быть максимально неоптимизированы, и самое главное — это просто выдать результат определенного количества строк. Чтобы это сделать, мы будем решать ее в лоб. Мы не будем использовать никаких сложных методов сортировки, типа там по медиане или еще как-то. Мы будем просто брать каждый элемент и пытаться пихнуть его в определенный зазор, то есть смотреть, лезет он туда или нет. В принципе, смысл проекта, как мне кажется, только в том, чтобы Берей, вообще люди, которые делают этот проект, в первую очередь научились хорошо работать с листами. Потому что этот проект требует очень частого, скажем так, взаимодействия с листами и умения не терять указатель тогда, когда его терять нельзя. Давайте я начну как бы с простого. Единственное, структура, которая нам понадобится в большом объеме и постоянно, с которой мы будем работать, и она имеет общественное отношение к стаку. Это тот же самый либышный лист, если вы помните, который состоял буквально из двух переменных, это контент и next, указатель на следующий лист. Ну и просто в этом либышном листе мы его там условно переименовываем в стак. Я надеюсь, я не очень понятно пишу. Да, так, можно стерку? Нет, нет, стак это само задание требует работы с листами. Я полагаю, бонусная часть именно ЛИБФТ, потому что там была работа с листами. О, слушайте, да, да, вы делали. В общем, это не сильно важно, но... То есть нам нужен односвязный список, правильно? Односвязный список мы не будем использовать, как бы что-то сложнее того, что было в базовых или бонусных частях предыдущих проектов. Вот, и по сути мы делаем структуру S так. Так, я поменяю маркер, надо будет разноцветный немножко. О, это хорошо пишет. Он будет стоять буквально из двух переменах, это int, само число. И указатель на следующую структуру. Собственно, вот эта структура, структура вот такого листа, это рабочая лошадка вообще всего пушпапа. Дальше нам нужно, грубо говоря, просто прочитать с RGV все числа и забить его в лист. Вот сразу, даже не знаю, с чего лучше начать. Давайте так, я дам вам выбор. Как бы это смешно не звучало. Могу объяснить сначала, что такое листы, как с ними надо работать, или сразу перейти к алгоритму. На самом деле, сложности не там, не там особых нет. Если вы, в принципе, работаете с листами более-менее уверенно, то я могу сразу начать объяснять алгоритм, не вдаваясь в то, как валидировать числа и так далее. Ребят, не стесняйтесь, спрашивайте. Мы для этого собираемся здесь. Вообще вся встреча такая больше в лишнем диалога будет, ниже в монолог, потому что я не особо знаю то, что знает. В общем, в чем смысл листа? Лист можно воспринимать, как, скажем так, прокачанный массив. Почему я называю его прокачанным массивом? Потому что лист можно забивать, не зная конечного числа входных данных. То есть, когда мы работаем именно с массивами, мы должны уже знать, сколько элементов будет в этом массиве. Но это, скажем так, не всегда возможно достать это знание, поэтому мы можем использовать листы. Что значит лист? У вас, грубо говоря, есть какая-то структура, которая несет какую-то полезную информацию. И также несет ссылку на указатель следующей структуры, которая тоже несет какую-то информацию. То есть, получается, чтобы сделать лист, мы объявили вот эту структуру в нашем хедере, или еще где-то, но, скорее всего, в хедере. И пишем, например, в программе. Вот у нас есть T-Stack. Там, не знаю, A. Stack A. Что это? А, что ты знаешь, что бы сделать лист со звездочкой? Скажем так, на самом деле, многие люди, когда говорят про листы, имеют в виду структуру почему-то. Но на самом деле, лист — это набор структуры, которые имеют ссылку на следующую структуру. То есть, это как бы структура структур. Такая колбаса, не знаю, структур. Собственно, что это значит? Вот мы вписали, мы объявили уже где-то в программе. Вот у нас есть условность T-Stack A. Мы молочку под него память довольно просто. Пишем A, молок, и в скобочках, size of, еще в скобочках переписываем вот эту штуку, звездочка A. И все. То есть, что мы сделали вот этой сейчас записью? Мы выделили память на структуру, вот эту структуру в переменную A. То есть, это просто структура. Но перед молоком в скобочках, наверное... Нет, можно не кастить. Дело в том, что молок возвращает указатель на что угодно, и сам компилятор, зная, что такое A, вместо вот этого авойда подставит то, что нужно. Поэтому в скобочках не нужно. Почему мы пишем size of A? Можно вместо вот этой штуки написать просто T-Stack. Но так делать не рекомендуется. Я имею в виду, скажем так, для будущей жизни. Потому что, когда вы будете работать с более сложными программами, возможно, вам придется поменять сам тип переменной A. Если вы будете писать через T-Stack, вам нужно будет лично, скажем так, в ручном режиме смотреть весь код и переписывать вот этот T-Stack, который вы сами руками написали, на новый тип данных. Чтобы этого не делать, всегда пишут size of A. Это просто уменьшает возможность ошибки. То есть, это облегчает отлов ошибок и так далее. Просто писать. Вот, ну, условно объявили вот этот указатель. Выделили под него память. И, например, начинаем читать с того, что нам вписали ручками числа. Мы пишем, например, A звездочка, ой, это стрелочка, num. Num равняется, используем любую функцию ft.atoy. ft.atoy и нужный аргумент argv. Ну, а перед этим аргументно валидность не надо проверить. Да, надо проверить. Вот в чем дело, я как бы сейчас пишу в некотором упрощенном виде, и я не знаю, нужно ли объяснять, как валидировать. Это в цикле, да? Это, да, это в цикле, скорее в цикле. Вообще, так как я либо писал с бонусами, там очень много полезных функций, которые делают за тебя, скажем так, то есть ты уже их написал. Но если у вас такого нет, то вам придется в любом случае делать это самим. То есть, по сути, делать бонусную часть либо ft, рано или поздно. И в чем смысл бонусных частей, рано или поздно в следующих проектах вам придется делать бонусы предыдущих проектов, потому что вы не сможете пройти дальше. Так, вот, значит, мы как бы вписали первое число. Мы идем по argv и ищем следующее число, потому что мы не знаем, сколько там вообще может быть чисел. Идем дальше, чтобы впихнуть вот в этот a. То есть, a теперь у нас указатель на голову листа. То есть, a указывает на первую структуру всего листа. То есть, если мы вспомним, что такое любой массив, это указатель на первый элемент этого массива. В этом смысле лист от массива ничем не отличается. Главное отличие в том, что этот указатель можно случайно потерять. И теперь нам вот эту переменную a ни в коем случае нельзя никак изменять. За исключением команд типа push-a или push-b, потому что там сама специфика требует выкидывать первый лист, первую структуру листа из одного места в другое. То есть, это, по сути, работа с листами, это жонглирование указателями. На самом деле, даже в будущих проектах, любая работа с массивами листами, чем бы то ни было, которая подразумевает работу с указателями, это всегда жонглирование указателями. И, как бы, переуказывание одного указателя на другой, а сами данные, выделенные в памяти, они остаются на месте. Вот, опять же, также вопрос к аудитории, как хорошо вы дружите с указателями, потому что без хорошего понимания указателей это очень сложно. Можно вопрос, вот есть указатель на саму структуру, отдельный указатель? Да, отдельный. Есть сама структура с ссылкой на другой лист. Так, а тут имеется в виду, вот, сама структура с ссылкой на другой лист создали? Да, да. Она не бог, что указывает? Я сейчас объясню. Мы, как бы, выделили память под эту структуру, но содержимое, когда мы молок написали, вот здесь, сразу после написания молока, может храниться что угодно. То есть, что это значит? Была какая-то программа, она взяла в аренду у системы какую-то область памяти и поиспользовала ее, сказала, все, типа, мне эта область памяти больше не нужна. Почему это важно? Когда какая-то программа отпускает память, она не чистит содержимое. И когда вы выделяете память, вот здесь может храниться что угодно. То, что оставила предыдущая программа, не обязательно ваша. Это может быть какая-то системная программа. Поэтому здесь всегда хранится какой-то мусор, который может вам все поломать, если вы не переприсвоите эти значения. Вот здесь у нас две переменные. Ну, мы уже переприсвоили на тот аргумент, который нам дали в сроке в бире, грубо говоря, при вызове пушхлапа. У нас есть еще одна перемена, это указатель на следующую структуру. По началу мы его всегда замуляем, то есть, а next у нас всегда ссылается на ноль. Так лучше. А на первую структуру не будет никто ссылается? А на первую структуру ссылается А. Вот теперь А это как бы такой маяк, который ни в коем случае нельзя потерять. Дальше. Чтобы дальше забивать лист, мы возьмем еще один, еще одну, один указатель. Так, я пишу, кто пишу. Смотри, вы за тобой. Назовем его курсор. Это чтобы точно по смыслу понимать, что его смысл только в том, чтобы бегать. Бегать по чему-то, что уже нельзя потерять. И мы начинаем читать следующее число. и мы говорим, что курсор... Что курсор теперь это то, на что указывает следующий элемент А. Но он указывает на ноль. Поэтому мы пишем, что... А, мы под курсор опять выделяем память таким же образом. Выделяем память, пишем в курсор все то же самое. Вот эти две вещи. То есть, мы вместо А теперь, грубо говоря, переписываем то же самое, только под именем курсор. А потом говорим, что А next А next ссылается на курсор. На курсор. А сам курсор ссылается сам на себя, только на следующую структуру. А это ноль. И таким образом, мы как бы по цепочке, начинаем выстраивать вот этот лист. Это мы сейчас забили, грубо говоря, стэк А теми числами, которые нам писали с клавиатуры. Вот этот момент, он более-менее понятный? Или какие-то пояснения нужны? Может, какие-то вопросы есть? Потому что я сомневаюсь, что я довольно доходчиво это все объясняю. Поэтому давайте сразу выясним. А, да, кстати, если попробовать воспринимать графически, то кому-то вот этот писанин еще нужна, или я могу перевернуть доску? Я, в общем, ничего не понял. Это если честно. Плоховато. Сейчас я попробую графически объяснить. Главное, сейчас цветок к ним убить. Подожди секундочку. Я туда попробую. Может, я просто подвеню чуть поближе, если так. Либо... тут ходить негде. Ага. Вот. Ну, а мне придется крутить постоянно доску. вот так тебе... Вот так тебе... Да, 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 нормально. Если ты чуть-чуть покомпактнее попробуешь, то, в принципе, вот эта часть... Курсор у нас тоже указатель, правильно? Да, курсор-указатель, при этом, как бы, я пытаюсь дать понять, что своим названием курсор это что-то бегает. Курсор. То есть он постоянно куда-то идет. Как мы могли заметить, вот именно указатель A мы его теперь вообще не трогаем, потому что его ни в коем случае нельзя потерять. Да, если мы воздвинем указатель A в другое место, то указатель на первую структуру потеряется безвозвратно. Да. И поэтому, если нам вдруг надо будет какие-то манипуляции производить с первой структурой листа, мы будем давать адрес указателя A. То есть это будет примерно с двумя уже звездочками. То есть указатель на указатель. Это тоже довольно важная тема. Опять же, что такое структура в графическом представлении? Вот у нас структура имеет, грубо говоря, две переменные. Пусть это будет какая-то там коробка, да? Вот у этой коробки есть число и указатель. Число мы записали с клавиатуры, допустим, там пятерочка. А здесь мы храним ноль в первый раз. Потом мы идем и понимаем, что у нас есть еще одно число. Значит, нам нужна еще такая коробочка, которая будет содержать какое-то число. То есть еще одна структура. Еще одна структура, да. Мы где-то там каким-то другим указателем говорим системе дай мне еще одну коробку. В эту коробку вписываем какое-то число, допустим, семь. А возвращаемся к предыдущему коробку и говорим, что теперь эта коробка должна ссылаться на эту коробку. То есть теперь вот в этом месте вместо нуля хранится адрес вот этой коробки. А под вторым мы тоже же память, да? Да, конечно. Мы выделяем под каждую структуру отдельный молок. Память. Здесь опять же тоже хранится нул поначалу. И потом мы понимаем, что у нас есть еще одно число и все повторяется то же самое. Мы опять просим в систему дай мне память. Она дает, мы пишем какое-то число и говорим предыдущей коробке не потеряя вот таким образом по сути составляется стэк. Стэк А. Поначалу стэк Б он всегда пустой. То есть когда мы объявляем там мы имеем эти два стэка по сути там напишем тоже т стэк звездочка Б и потом напишем сразу это очень важно всегда перед заполнением писать типа Б равен нулю. В А мы так не делали просто потому что мы сразу при него удивили память потому что мы знаем что там уже есть какое-то число. Б у нас как бы пустой Б да Б пустой поэтому он сразу пустой все то есть А указывает на первую на первую да а дальше курсор курсор указывает курсор он бегающий может потеряться его потерять не жалко главное не терять А ни в коем случае мы условно забили стэк А теперь надо работать еще и со стэком Б дальше собственно начинается сам алгоритм сортировки когда мы будем сортировать очень важно понимать то что сами структуры в памяти они остаются на своих местах с того момента как мы забили стэк А молок мы больше не используем для объявления структуры все что мы будем делать это вот эти вот стрелочки переуказывать там в разные места например если мы используем команду типа там своп А что это значит это значит что теперь вот эта стрелочка указывает не сюда а сюда а вот эта стрелочка указывает не сюда а сюда и чем теперь прикол этот стэк он должен стать первым то есть тот указатель А он всегда ссылается на первую на первую коробку и перед тем как вот это все делать нам нужно создать еще один указатель который будет ссылаться на что-то временное. Я сейчас подумал. Мы можем сделать фиктивный элемент, который будет всегда находиться в самом начале, и он всегда будет оказывать на голову списка. Да, на голову списка, да. Просто к тому, что там есть команды типа свопа, ротейта и так далее. Почему это... В чем есть прикол этих команд в том, что они требуют работы именно с первым элементом. А когда вы используете первый элемент, вам нужно создавать много всяких буферных указателей, чтобы не потерять голову. И получается... Да, грубо говоря, вы создаете какой-то временный элемент, и в конце концов через него вы снова говорите, что А это вот здесь. То есть А это как бы не коробка. А это указатели в вашей системе, которая хранится в стеке где-то. В связи с тем, что я использую сейчас такие понятия как там стек и молоку, нужно ли объяснять, в чем отличие, что такое вообще стек с точки зрения не пушсвапа, самой памяти. Или нет? Не нужно, да? Там что такое стек, что такое кушсвапа? Ребят, не стесняйтесь. Лучше объясните. Лучше объясните. Да, смотрите, в системе есть как бы два хранилища памяти. Первый называется стек. Его объем 8 мегабайт. Что это значит, когда вы пишете условно в мейне, там вот А равняется пяти. Это значит, что вот это А оно будет храниться в этом временном хранилище, которое максимальный объем имеет 8 мегабайт и занимается не только вашей программой, а может заниматься еще различными другими программами. И это число будет храниться там до тех пор, пока выполняется функция, которая это все объявила. Вот у вас есть, например, вспомогательная функция. Я ее назову там subFunction. И в ней в объявлере там intA равняется пяти. Когда эта функция прекратит работу и дойдет до return, вот это вот А, оно уйдет. То есть, дело в том, что система выделяет память под вот эту переменную на время работы этой функции. Как только функция ушла, вот это число, оно уже больше не фиксировано. То есть, эта область памяти свободна. И, например, когда вы начнете выполнять команду дальше, вот это число, оно может вдруг потеряться. Я сейчас немножко неправильно объясняю, вернее, правильно было бы объяснить, если бы вы дали какой-то указатель. int, там, b, я не знаю. Сейчас я еще подумал, как это лучше объяснить. Ну вот, если вы дали int b и сказали, что b это хранит адрес а. Там, как персанут. И вернули b. В чем прикол такой записи? То есть, вы по переменной b всегда можете знать, что хранится в а. но само а, оно зарегистрировано в стеке. То есть, выделена память в стеке. Когда вы выйдете из этой подфункции и начнете в другой функции обращаться к b через звездочку, да, вы ожидаете, что там будет всегда пятерка. Но на самом деле нет. В какой-то момент вы вызовете опять по b. Это может быть что угодно, любого размера, любого типа. Для этого, собственно, и нужны молоки. Молоки вызывают, не вызывают, а резервируют память не в стеке, а в оперативной памяти. То есть, там, по сути, ну, считайте, что для нашей задачи эта память безгранична. И когда вы пишете молок, вы прямо резервируете на время в выполнении. И эта память, кроме вашей программы, никем трогаться точно не будет. И вы всегда уверены, что там будет именно то число, которое вам нужно. При этом неважно, где вы вызываете этот молок. В подфункции, в главной функции, еще где-то. Самое главное, вытащите с этой подфункции указатель. на вот эту вот стрелочку, на вот эту область памяти, которую вы выделили. Вот. Значит, нужно просто набрать молок под А, кстати, что у вас сходилось? Ну, мы... как бы, да. То есть, когда ты пишешь молок, он выделяет память и дает вот этому А указатель на эту память. Если ты А не вернешь, выйдешь из функции, а само А останется в этой вот функции, то вот эта вот область памяти, она будет висеть за тобой, но ты уже никогда не узнаешь, где эта память висит. То есть, ты, грубо говоря, ты построил школу, но не поставил указатель на эту школу, а указатель взяли и убрали. Ты такой, видишь, блин, а где школа? А школа стоит, и она твоя, но ты не можешь до нее доехать, потому что нет указателей на дороге. Это как бы такой, довольно распространенный, кстати, пример, как объяснить, что такое указатели и зачем они нужны. То есть, если раньше вы, скорее всего, возвращаясь к той же аналогии, вы могли, условно, вам нужна школа, но вместо того, чтобы доехать до уже новой, вы строите новую школу. Прямо рядом с собой. Отошли на 2 метра, построили еще одну школу, потому что вам нужна школа. А указатели, они позволяют вам построить школу в одном месте, а потом просто по указателям к этой школе приходить. Я не знаю. Классное сравнение. Разными дорогами. Разными дорогами, да, но школа, она одна. То есть, вы не строите в каждом угле, когда вам понадобилась школа, новую школу. То есть, в этом смысл указателей. Почему это очень важно? Потому что, когда речь идет с работой, с большими данными, вот это копирование данных, оно занимает очень много времени, оно имеет довольно большую вероятность ошибки, когда вы постоянно все это делаете, и это неправильно вообще никогда таки делаете. Все, что связано с молоком, вы используете, грубо говоря, один раз и никогда не копируете абсолютно ту же информацию в новый молок, потому что это не совсем правильно. Ну, за исключением каких-то случаев. Вот. Это я сейчас пытался объяснить, что такое структура и листы. мы сейчас просто так же говорим. Почему? Да. По сути, это не имеет непосредственно к пуш-швапу отношения, это имеет именно такой базе, которая необходима, чтобы работать с пуш-швапом. Но я вас опять же обрадую, сам алгоритм пуш-швапа гораздо легче, чем тут и все. И опять же, пуш-швап не имеет никакого отношения к математике с точки зрения науки, и вам не нужно знать никаких методов сортировки, чтобы его решить. То есть, пуш-швап, он решается простым методом Глуб-перебором. И, не знаю, если вы готовы, я могу поступить непосредственно к объяснению алгоритма, как это работает. Да, давайте. Потому что, если нужно что-то про стек будет рассказать, я могу вам кинуть видосик, который там это полчаса рассказывает, и все, и прям здорово. Давай в группу. Да, хорошо. Вот, так, тогда я вот это все сейчас в софтрук. Я понимаю, что-то может быть чтобы удобнее было выключить зону и поставить вот так вот и все детства так удобнее будет. Ребят, нормально будет так видно? Прекрасно. Я пока, ну, закончится эта штука, я скину. Просто мне еще нужно это все клювать, потому что их умножить. Я могу это рассказать. Нет, не сладко, телегу. Ну, скину вот это. Теперь, собственно, сам алгоритм. Представим, что вы задели стыка, у вас там есть какой-то там набор случайных чисел. И мы уже провалидировали то, что это точно МТ, не что-то еще, и без групп и так далее. То есть, саму валидацию я сейчас не объясняю. У нас есть какой-то стыка, содержащая что-то случайное. Что мы делаем? Мы даже не смотрим, что там есть. Просто вы забыли. Вот он какой есть, такой есть. У нас есть стык Б, он пустой на данный момент. Какая сейчас наша задача? Мы берем из стыка А и кидаем в стык Б два случайных числа, которые оказались просто первым и вторым. То есть, семерка идет сюда, пятерка идет сюда. Все, у нас теперь два числа, они ушли отсюда, их здесь больше нет. Давайте, я как-то не знаю, вот так вот помечу. кто-то их нет. Все. Зачеркнуть их можно. Ну, или зачеркнуть, не знаю, я уже. Отрисовал тут все. Дальше начинается самое интересное. Есть, как бы, два способа, как сделать этот пуш-свап. И один из них гарантирует 100 баллов где-то на процентов 80, а второй гарантирует 100 баллов процентов на 40. А на самом деле они не сильно отличаются, потому что и при одном, и при другом способе вам нужно будет использовать абсолютно те же методы. То есть, одни и те же функции гонять, только вам надо будет эти функции доработать немножко. В чем разница, я сейчас объясню. В первом случае, который вам с большей вероятностью даст 100 баллов, вам нужно стек Б заполнить в обратном порядке. То есть, задание требует нас заполнить стека от меньшего к большему. А стек Б мы теперь будем заполнять от большего к меньшему. Чтобы сделать это, нам нужно помнить два числа в стеке Б. Это максимальное число и минимальное число. Почему это важно? На самом деле, ну вот, графически это сейчас выглядит просто как набор чиселок в столбик, но по факту это карусель. То есть, вот эти все значения, они закольцованы в кольцо. Ну, это кольцо, как бы говорят, да. Вот. И не имеет как сказать большого смысла конкретное положение этих чисел не имеет. Важна их последовательность. Какой последовательности они относительно друг друга расположены. Потому что вы их постоянно вращаете, последний элемент может стать первым, первым-последним и так далее. почему важно именно в стеке B, когда мы сортируем от большего к меньшему, держать а, знать два числа минимум и максимум. Мы будем каждый раз, каждое число из того стека, который является донором, сравнивать со стеком, который является рецепиентом, я не знаю, принимающей стороной. мы будем постоянно смотреть, влезет ли какое-то число между двумя имеющимися числами в стеке B. И будем считать, сколько действий нужно совершить для каждого числа, чтобы его туда засунуть. Теперь, почему важно помнить минимум и максимум. Дело в том, что, когда вы будете сравнивать числа, минимум будет меньше любого числа в стеке B, и вы просто войдете в бесконечный цикл, пытаясь найти, куда же его засунуть. Поэтому, если вы знаете минимум в стеке B и понимаете, что вот этого числа у вас является еще меньше, чем минимум там, вы уже знаете, в какое место нужно его засунуть, и он больше никуда просто встанет. И то же самое касается максимума, потому что максимум будет больше любого числа, и вы просто его не сможете встанить, потому что никуда не залили. Тут очень важно запомнить такое, не знаю, важное правило. Если мы сортируем от большего к меньшему, то в стеке B наверху должно быть минимальное число, а сразу после него должно идти максимальное число. Почему это важно? например, у нас есть 7,5, если бы тут был еще какой-то порядок чисел, которые меньше 7, но больше 5, мы, грубо говоря, просто провернули бы стек B вот так на 1 вверх, но у нас максимум оказался бы вверху, минимум оказался бы внизу, и он сразу стал бы отсортирован. То же самое касается стека A, только здесь все наоборот. То есть, так как нам стек A нужно отсортировать от меньшего к большему, то в стеке A наибольшее число должно быть на наименьшее. То есть, по сути, вот здесь 1,9 никогда не позволит его отсортировать, потому что вам их нужно как минимум перевернуть в этом месте. Так, что мы, значит, делаем дальше? Вот мы засунули два каких-то случайных числа в стек B, поняли, какой из них минимальный и максимальный. И теперь мы начинаем бегать по стеку A от самого начала до самого конца и пытаться его засунуть куда-нибудь в стек B. Например, тройка, мы уже знаем, что это минимальное число, которое меньше минимального числа в стеке B. А семерка у нас здесь максимальная. Это значит, что тройку можно засунуть только на голову семерки. Мы теперь понимаем, что, во-первых, просто засунуть это одно действие, а в придачу нам еще что-то сделать здесь, чтобы его крутануть. Допустим, мы можем использовать в этом случае или swap, или rotate. Сразу оговорюсь, что при сортировке больших чисел мы будем использовать только rotate и push. Swap, как команда, она все, забыли, ее существует. Потому что при больших объемах стека A и стека B swap от rotate практически не отмечается с точки зрения стоимости команды. Ну и как бы мы, чтобы было проще соображать, что дальше делать, забываем про swap A, ну, про команду swap. Насколько большие числа должны работать? В каком смысле? Ну, то есть, если большие числа. Да, большие числа, я имею в виду, когда там 10 и 10, например. то есть, числа, количество самих чисел. А в чем, мы из стека A push'em в стек B до тех пор, пока в стеке A не останется 3 числа. То есть, хоть здесь, там, не знаю, миллион чисел, мы все время push'em в B таким образом, чтобы он был отсортирован от большего к меньшему. Как только в стеке A остаются 3 числа, существует всего 5 возможных алгоритмов, как отсортировать стек A, ой, как отсортировать 3 числа в стеке A. Я не буду их объяснять, наверное, потому что, скажем так, велосипед, то есть, он изобретен, это легко гуглиться, можно найти, там, закодировать, закодить, в этом проблема не должна быть. Как сортировать 3 числа? Да, как сортировать 3 числа, это как бы прям база, 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 база. То есть, останется 3 числа, и мы их должны отсортировать. Отсортировать вот этими вот 5 возможными способами. Условно, мы отсортировали 3 числа, и теперь у нас там стек A, он отсортирован от меньшего к большему. Это в нашем случае 1,3,9. А стек B в этот момент отсортирован от большего к меньшему, при этом самое большое число не обязательно наверху. вот если я здесь накидаю каких-то еще случайных чисел, 0, минус 1, там, не знаю, сейчас я, да, минус 2, минус 2, минус 3, а, вот, 10, 9, 8. Вот это наш стек B. И несмотря на то, что он кажется не отсортированным, но он отсортированный, потому что... Условно. Да, условно отсортированный, потому что порядок, как это сказать, он все равно, откуда бы ты ни смотрел, кроме вот этого промежутка, он всегда нисходящий, то есть от большего к меньшему. Положение максимального числа нас не волнует, нам самое главное, что вот условно вы находите максимальное число, идете вниз до самого конца, и если он отсортированный до конца, это уже хорошо. Вы возвращаетесь к началу и смотрите, отсортирована ли первая половина до максимального числа. Если это условие совпадает, то ваш стек B, он все готов. Готов для того, чтобы идти в стека. В чем еще прикол этого алгоритма, стек B у вас всегда будет готов, потому что вы изначально засовываете в него числа таким образом, чтобы он был отсортирован таким образом. Да. Как мы засовываем, если у нас, например, в стеке B будет 100 чисел, мы же их просто пушим в B, ой, в стеке A изначально будет 100 чисел, мы же просто пушим в B. Мы из стека A пушим в стек B, только два числа наугад, а дальше мы начинаем сравнивать каждые числа. То есть запушили два числа, потом эти два числа находим там минимум, максимум, и начинаем вот, исходя из этого, как бы танцевать, смотреть, куда подробнее. Куда вот скидывать, куда скидывать, подмен или под макс, так что? Да, да, куда скидывать. Вот. В чем, как бы... Тогда как скидывать? Вот сейчас я объясню. Как бы в чем принципиальное действие, да, я вам объяснил, что в стеке A нам нужно оставить просто три числа, а стек B забить таким образом, чтобы он был отсортирован и в обратном порядке. Теперь, ну, и, собственно, когда вы это сделаете, вы просто начнете пушить из B в A. А каким образом вот это все перегонять нужно? Я тоже сейчас буду объяснять. Вот этот момент в целом вы уловили, да? Не, ну, как вот, например, у меня сто чисел, как я буду пушить B, если, например, у меня шесть, то я сейчас следующий надо запушить. Куда ее... Да, вот, вот этот момент сейчас объясню, я просто объяснял как бы основной концепт, то есть, что где должно быть. Ну, то есть, по идее, когда мы еще пушим первые два числа, мы их в одном из двух случаев свапаем, если там, например, максимум, мне он нужно вместе, минимум, мне он нужно вместе. Не, мы B запушили, и B мы... Мы сравниваем с максимумом и минимумом. Да, мы B практически не свапаем. Мы в B свапаем только в том случае, если вот эти два числа оказались там, например, на 1. А нам нужно, чтобы в B было отсортировано в обратном порядке. Я про то и говорю. Да, да. То есть, мы его свапаем. Если он с большим максимумом или больше минимумом, то его вверх пушим, правильно? А если он меньше минимума, то его вниз ротейтем, правильно? Штек B заполняем число. Вот. Сейчас я вот тоже попробую. Держи. Да, вот так вот. Вот у нас, например, есть кусочек B, кусочек A. B до сих пор еще больше, чем 3 числа, а B при этом каким-то образом уже был отсортирован. Ну, то есть, я почему беру вот этот серединный момент, потому что показать, как засунуть из A в B, когда в B всего 2 или 3 числа, я думаю, это не особо проблема. Да, да, я правильно понимаю, здесь? Или, ну, я просто... То есть, минимумы вниз, а максимумы вверх, правильно? Ну, вот смотри, вот теперь нам нужно из A засунуть какое-то число, неважно, какое стек B, потому что в A больше, чем 3 числа. Мы смотрим тройка. Больше минимума. Тройка, смотрим девятку. Вот этот момент очень интересный. Мы сравниваем 3... Здесь... Мы сравниваем число донора с промежутком принимающей стороны. То есть, нам важна не столько девятка, сколько девятка и 88. То есть, вот этот момент, когда мы сравниваем с первым числом, он особенный, единственный частный случай. Потому что 9... На самом деле 88 стоит на девятке. Понимаете, да, как это? Не знаю, с ним. Как это сейчас? Ну, то есть, тут имеется в виду, это крайний и максимум, да, сравниваем? То есть, из 9 и 88, тут смотрим, минимум это 9, а максимум это 88. Нет, мы смотрим, у нас на весь стек B максимум, минимум 7 и 10. Вот эти два числа мы помним всегда. Но указатель на них просто? А? Их значение или указатель на них? Нет, их значение, просто их значение. Ладно. Указатель на них нет смысла помнить, потому что... Потому что он будет постоянно гулять. 7, 100 на 100 и минимум максимум, да? Да, 7 минимум 100 максимум. Смотрим, у нас есть тройка. Тройка меньше, чем семерка, а семерка минимум в B. Все. Для тройки есть только одно место. Вот сюда, на место сотки. Чтобы засунуть тройку на место сотки, что нам надо сделать? Надо провернуть сюда и сюда сотку, чтобы она оказалась наверху. Потому что когда мы пушим, мы пушим верхушку этого на голову этого стека. И мы, получается, считаем. Значит, поднять наверх. 1, 2, 3, 3 действия. Чтобы 100 оказался здесь. И тройку надо засунуть на сотку. 4 действия. А? А потом обратно поменять? Нет, нет. Мы просто засовываем и, условно, забываем пока то, как это выглядит. Да. Мы, значит, условно, считаем, в какую сторону крутить. Потому что может оказаться так, что вот эта сотка, она будет каким-нибудь 78 элементом из 100. и тогда крутить надо не туда, а туда. Это тоже имеет значение. Значит, посчитали 4 действия, засунули тройку сюда. Теперь у нас, словно, тройка улетела, весь этот стек B, он переписывается. Он будет 3, 100, 199, 88, потом 9, 8, 7. Вот это будет стек B после того, как вы его прокрутите и запушите число 3. 3 мы, значит, отсюда выбросили. И вот я теперь понял, что я, видимо, подобрал плохой набор. Давайте сделаем не нолик, а 90. Почему? А потому что ноль это будет следующий минимум, минус 100, следующий минимум. Типа, неинтересно смотреть, скажем так, да. Теперь нам нужно 90 куда-нибудь впихнуть в стек B. вот мы начинаем сравнивать 90 между тройкой и семеркой, но явно не резит, потому что 90 больше тройки и семерки. 90 между 3 и 100 мы не сравниваем вообще, потому что 3 минимум, 100 максимум. И в то место здесь может только новый минимум. То есть мы этот момент сразу пропускаем. Смотрим, 90 между 100 и 99. Нет, не подходит, потому что 90 меньше, чем 100 явно, но больше, чем 99. А нам нужно сделать так, чтобы 90 было меньше верхнего числа, но больше следующего числа. И вот так мы начинаем искать и понимаем, что 90 влезет сюда. Между 99 и 88. Мы, значит, для этого числа мы запомнили позицию 90 в стеке А. Мы запомнили позицию 88 в стеке Б. И начинаем считать сколько инструкции на это уйдет. Мы посчитали, но мы этого пока не делаем. Мы идем дальше. Мы идем и смотрим минус 100. Минус 100 это меньше, чем минимум Б. то есть для каждого числа мы считаем количество инструкций и выбираем то, что требует меньше всего инструкций. Причем здесь появляется сложность. Когда у вас числа в середине, вот представьте, что здесь 100 элементов, а вы где-то на 50. И там тоже 100 элементов, а вы на 50. И вам 50 элемент здесь нужно засунуть на место 44 элемента там. И тогда вам нужно считать 4 разных возможных варианта. Когда вы вращаете только стек А, когда вы вращаете только стек Б, и когда вы вращаете их вместе. То есть вместе в одну сторону, вместе в другую сторону. Почему это очень важно? Потому что это совместное вращение это одна команда, а не две. И если вы не используете совместного вращения, вы даже на троечку не закроете этот проект. То есть это очень важно понимать. И вот таким образом вы перебираете что куда можно впихнуть и подсчитывать количество действий до самого конца вообще вообще все вообще все числа перебирать опять же с точки зрения программы скорости работы программы в этом здании не важно абсолютно то есть вам нужно просто дать какой-то результат который должен вписаться в рамки пусть он хоть там 200 лет считает вообще без разницы просто просто чтобы вместо там 12 кого вместо да не знаю 13 команд было двенадцать и пир который тебе проверяет который ждет 200 вот и принципе в этом в этом есть алгоритме всего так можно назвать то есть вы просто перебираете считаете стоимость каждого каждой манопуляции а дальше вы все это принтите то есть выводите на экран на конкретную команду получается мы каким-то образом ищем сначала в стыке а часто которые легче всего впихнуть до до него свайпаемся а потом уже его впихиваем правильно не совсем дело в том что мы не то что легче всего впихнуть а то что дешевле все впихнуть ну это то же самое ну допустим просто даже если ты его определил в стыке а вот самое дешевое число это не значит что вращать нужно только стыка то есть вы ты можешь вращать и бету в том числе при этом потому что вот этот способ самый дешевый то есть вам нужно будет помнить довольно много параметров во-первых направление вращения во вторых какой стык на какое количество шагов нужно вращать и сумма вот этих всех действий при этом вам не нужно помнить все возможные варианты условно определили какой-то вариант первый самый и теперь вы считаете его минимальным вы смотрите второе число считаете как его можно засунуть и если понимаете что он больше чем минимум в этот этот решение не запоминать идете дальше до тех пор пока найдете новые минимальные и таким образом когда вы пройдете от самого начала до самого конца вот этот минимальное решение она сама по себе застрянет у вас в памяти память компа а потом вы уже вот эти инструкции исполняете и получаете то что получаете то есть сам алгоритм засовывания из одного столько в другой не не меняется и вообще ничем не отличается независимо от того что куда вы пушите главный принцип что вы бегаете по числам донора то есть если вы из такая хотите засунуть стать бы вы бегаете вы 40 каждое число в стыке а сравниваете с тем куда можно служить б когда вы будете пушить из б в а вы будете бегать по каждому числу из стыка б и смотреть куда засунуть стыка у нас на каждой итерации цикла мы смотрим для каждого числа в стыке а общее количество операций которые нужно чтобы положить его на нужное место это учитывается операции вращение а и б чтобы грубо говоря а нужно довернуть так чтобы нужно нам число было сверху его пушнуть в б и в б как-то уже провернуть но при этом грубо говоря если стык а нужно будет повернуть допустим пять раз а стык б три раза то мы считаем не 8 мы считаем получается 5 правильно почему 5 и 3 смотря как куда вращать может быть так что тебе стыка нужно повернуть наверх пять раз и стык б нужно повернуть наверх три раза да получится как раз 5 ну потому что да ты их вращаешь вместе потом еще доворачиваешь два но дело в том что может оказаться так что стыка нужно повернуть на 5 вверх а стык б на 3 вниз и тогда это 5 плюс 3 8 то есть направление вращения тоже нужно просто мы должны учитывать там все все случаи для каждого числа для каждого числа считаем количество операций и просто на каждой итерации пихаем каждому число которое легче всего запихнуть дальше то операции все да и ты так вот этот весь цикл ты каждый вот ты засунул одно число и опять начинаю для каждого пробегать искать засунул опять начинаешь пробегать искать почему тогда мы доходим до ситуации когда у нас три часа слева и потом отдельно сортируем потому что это как бы типовая сортировка нам не нужно опустошать стака в ноль я даже больше скажу вы когда будете проверять что куда пушить всегда после каждого засовывания из стака а стак б проверяйте не оказался ли стака сам по себе случайно уже сортированным как надо то есть вы засунули там число 88 стак б проверили весь так а вдруг он сам по себе так совпало что на рандоме на рандоме из числа так что в этот момент стака стал отсортированный просто случайно чтобы ты лишний раз не перегонял все это стак б и то же самое но стак б так можно не проверять потому что он искусственно и вами забит как надо сразу то есть вы каждый раз проверяйте на сортировку кстати после того как вы опустошите стак б стака у вас будет отсортированный по принципу но не потому как требует того задания потому что минимальное число может быть не наверху списка где-то в серединке и все что вам останется это провернуть стака в нужную сторону до тех пор пока минимальное число не окажется наверху а в какую сторону вращать будет определять то на каком на каком месте он находится в списке если он в первой половине списка то вверх если во второй половине списка то вниз и все и вращается грубо говоря вам даже не нужно считать сколько вращать вы прощаете до тех пор пока стака не отсортировался то есть повернули посмотрели отсортированные если нет вращаем дальше и все и он сам по себе встанет как надо то есть из таких костыльных дополнительных именно проверок этого проверяем каждый раз такая на то чтобы он был отсортированным уже сейчас правильно но я еще что-то костыль просто маска но просто костыль потому что когда думаешь время про время от уже им неважно тут нужно имя количество команд да да то что время вообще не просто получается если у нас так а сортированный стак б а сортирована но при этом их же нужно как-то еще смержить грамотно это тоже сложно в смысле ну например у нас вот допустим у нас так а сортированный когда б а сортированный да но при этом у нас какие-то элементы стека b должны находиться между элементами стека она да да вы берете абсолютно пожелых алгоритм который мы засовывали из а в б засовуете из б а просто меняя логику то есть если вы засовывали так чтобы тот был отсортирован от большего к меньшему теперь надо засунуть так чтобы это был отсортирован от меньшего к большему все то есть сама функция которая считает количество шагов она не меняется получается же такой прикол что вот мы дошли до момента когда у нас три элемента ставится в мы как бы запускаем весь алгоритм заново но при этом у нас теперь все а это bb это условно и мы им понял но грубо говоря то есть типа мы сейчас все элементы из из б пушим в а при этом нам не нужно думать проворачивать нужном порядке нет нужно всегда нужно думать как проворачивать потому что ты в а останутся три каких-то случайных числа вот эти три последних числа и не знать что те надо взять бы просто не глядя запушить в вообще нет это познать что у тебя здесь все отсортировано там отсортировано тебя нужно просто правильно опустошить стать b то есть по тому же самому алгоритм ты его его опустошаешь ты уже убежден в том что стыка отсортированы и тебе надо только поднять нужное число на вершину если по тому же самому алгоритму я должен запомнить минимум максимум в стыке а да да все правильно и по тому же самому алгоритму мы дойдем до трех элементов зациклим нет 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 теперь б ты пушишь до полного его опустошения вот я про тоже потому что это дороже экспериментальным путем установлено что если все из а засунуть в б а потом пустой стыка пихать из б то это дорого и не только и только по этой причине мы каждый раз проверяем не оказался ли стыка случайно отсортированный просто потому что это экономит команды это настолько дорого что это превращает конечно ты я тебе скажу ты можешь стык б пушить не не в отсортированном виде а просто вот взять стыка а случае вот как они идут закинуть в б отсортировать три числа и потом начинать крутить и пихивать ты в любом случае получишь отсортированный стыка только проблема будет в том что разброс по командам будет очень большой людей и среднее количество команд ты можешь просто не влететь в критерий по среднему числу команд а нет какого-то стопроцентного способа не чтобы влететь чтобы за алгоритм который работает 100 процентов да есть называется медианный он очень сложный это который бабочка не знаю насчет бабочки я знаю алгоритм который ты как бы делаешь лист но лист одновременно массив то есть ты ты вместо листа молочишь массив а потом внутри этого массива делаешь лист я не знаю как это короче говоря критический буфер с возможностью в реалока я так понимаю не хотя да возможно я не знаю когда посмотрел и подумал что проще вот этого ничего в нашем случае грубо говоря мы это реализуем и там пару раз призаем пока не будет что ну потому что ну то есть там же не сопросто на верность того что все будет по критериям а на самом деле нет дело в том что когда вы будете использовать генератор случайных чисел вот это ну не знаю там чекер скачаете но суда какой-то случайный выйдет так что вот этот алгоритм он работает даже лучше чем медианный для 100 чисел случайно но для 500 чисел он почти тютелька в тютельку него среднее количество команд где-то 5 450 граница 5 500 по логике нужно реализовать и то и то и для разных количеств данных но если хочешь конечно если успеешь это хорошим так то можно я тоже время решает дать вот это вот этот алгоритм в принципе простишь я не знаю проще по идее это именно сдача на 100 типа наглась фальбалов это уже просто чекер написать на тоже отдельная история но чекер это гораздо проще можно проверку стоимости как инструкции как там проверять о тебе во первых нужно определить что в какую сторону вращать то есть ты по сути для каждого числа будешь делать довольно много действий ты будешь пытаться вращать число в стаке а в эту сторону в эту сторону в стаке б нужно место вращать тоже в одну и в другую сторону складывать сумму команд когда это все надо прописывать да да все это проверять и запоминать но тем не менее то есть с точки зрения принципа вот этот реально простой а все медианы и там гораздо сложнее там надо дробить на блоке искать медиану как то вокруг нее в плясать танцевать не знаю вот это это прям такой примитивные решения в лоб никакой математики никаких каких-то сложных скажем так числений сложных раздумий тоже нет просто покрутил засунула как ты нашел именно три числа типа не 4 когда начинаешь искать это вообще известная задача какая-то помню чья и для трех чисел вот есть определенные пять алгоритмов это понятно а ты что почему именно три числа я оставляю чтобы засунуть дать почему как как-то как как это что до того что именно три часа уже типа не 4 там не 5 потому что они три числа я три числа антируйте всегда легко и отрывания всегда реку до 4 числа уже нет никогда так не отсортируешь всегда легко то есть три то максимум 2 можно 2 оставить я не пробовал кстати может быть весь оставить 2 не 3 будет быстрее но я очень сомневаюсь потому что чем больше дисбаланс то есть когда стаки а становится очень мало стаки б наоборот очень много все стоимость пуша из а в б всегда будет очень высокой поэтому вам всегда и нужно проверять на то не отсортировался случайно сам по себе стак а потому что чем меньше стак а и чем больше стак тем это все дороже становится. А сортировался именно с учетом цикла? Да, то есть ты засунул, ты что-то повернул, ты запушил в B и тут же после того, как запушил, проверяешь, а вдруг он сортировался. Если эту проверку убрать, кстати, стоимость реально возрастает и там уже может вылезти за 5500 на 500 значениях. То есть, когда речь идет о больших числах, у вас, скорее всего, обязательно в какой-то момент стыка будет сам собой отсортирована там где-то на 9, на 10, на 15 числах. И вам не нужно добивать его до 3, потому что вот опять же, чем больше вот этот разброс по объемам, тем дороже каждое следующее действие. И, собственно, наоборот, когда вы будете из B пушить его A, когда в стыке B останется мало чисел, стоимость пуша будет довольно высокой, но просто потому, что он отсортированный от большего к меньшему и изначально содержал в себе большинство чисел, когда вы это начали засовывать, то вот эту стоимость, ее можно снивелировать, потому что если бы накидывать в случайном порядке, тогда очень дорого все получается. Как так? Я не знаю, какие-то вопросы, может, есть. То есть, если проверить стоимость переброса числа 20 в стыке A, мы должны определить сначала, где она должна встать? Да, да. Мы сначала смотрим, куда она должна встать, а потом смотрим, как... Сравниваем числа со стыком B? Да, мы по двадцатку сравниваем сначала между тройкой и семеркой, не наш вариант. Тройку и сотку мы не трогаем, потому что минимум максимум. Между 190, не наш вариант. 90, 88, не наш вариант. 88, 9. Прям наш вариант. Все. Мы запомнили позицию девятки, потому что девятку нужно выдать на самый верх. И теперь начинаем считать. Если девятку тащить сюда, это 1, 2, 3, 4 действия. Если девятку тащить туда, это 1, 2, 3 действия. Теперь смотрим двадцатку. Если ее тащить наверх, это 1, 2, 3... А, нет. 1, 2 действия. Если вниз, 1, 2. То же самое. И теперь начинаем смотреть. Мы посчитали, что двадцатку тащить наверх, 2 действия. А девятку тащить наверх, это 1, 2, 3, 4 действия. Мы берем из четверки, вычитаем двоечку. Потому что мы их можем прокрутить вместе на 2. А потом докрутить просто этот на 2. И засунуть. Это у нас первый вариант. Второй вариант, это когда мы их вместе крутим вниз. Сюда надо 1, 2, 3. Сюда надо 1, 2. У нас получается 3 действия, по-моему. Да, если я не ошибся. Да, мы крутим их одновременно и еще один это докручиваем. Это второй вариант. Третий вариант, когда мы этот крутим вверх, а этот крутим вниз. Это самый невыгодный в этом смысле. В этом случае вариант. И четвертый, когда мы крутим этот вниз, а этот вверх. Получается, в данном случае мы оперируем только прокрутками и только... Только прокрутками и пушим, да. То есть на каждое число 4 варианта. 4, да, да, все правильно, все правильно. И получается, потом сравнивать вот эти вот варианты и искать меньше и... Да, да. Почему именно так? Потому что может быть, что вот в стеке А хорошее число у вас где-нибудь там третье и ста. А засунуть его надо в стеке Б на третье снизу место листа. Поэтому вам надо будет в разные стороны крутить, и это может быть дешево. Мы просто берем число, нам нужно, получается, узнать там несколько моментов. То есть позицию, куда мы хотим положить, сколько стоит повернуть наверх, сколько стоит повернуть вниз, сколько стоит повернуть наверх, вниз и здесь и все. Да. Выбрать из этих четырех комбинаций двух элементов, да. При этом, учитывая при выборе, что если вы крутите в одну сторону, то можно вычесть из большего-меньшего. Из большего-меньшее. Если вы крутите в одну сторону. Да, да, да. То есть в этом смысл. Из большего, когда у нас такое прокрутка... Совместное, да? Одновременное, да, в стеке. Что значит можно... Ну вот, если тебе надо двадцатку крутануть на двоечку вверх, то есть два раза, а девятку надо крутануть вверх один, два, три, четыре раза. Что это значит? Ты берешь двадцатку и девятку, крутишь одновременно. То есть раз, два, а двадцатка на своем месте остается только докрутить на двоечку еще это. Три, четыре. Получается, по факту четыре действия, но если их складывать, то это шесть действий. Да, да. Поэтому... Вот так это и работает. Тут, короче, каждое смещение элемента, да, получается, это... Одна команда. Одна команда, да. То есть вы просто рассчитываете команды. Да. Потом у вас есть... Я не помню, надо сабжект посмотреть. Вы, по-моему, как нашли вот этот минимум, его можно сразу исполнить и при исполнении сразу печатать. В консоль. Я просто не помню, требует ли... Я сейчас прям сабжект... Требует ли он помнить, какие команды нужно... Какие команды нужно... Вернее, их нужно запомнить и потом напечатать или можно сразу печатать? Какая разница, если там все равно будет использоваться pipe и он ничего не передаст в чекер, пока ты не сделаешь вам полный двуц? Не, просто вот есть, например, в бонусе, в pushswap, в чекере, там прям четко написано, что тебе сначала должны ввести все команды с командой, в клавиатуре, только потом ты их можешь исполнять. Хотя, по факту, гораздо проще написать, когда тебе что-то написали, ты сразу исполнил. И, возможно, просто сам сабжит, сам по себе. Разница ноль, потому что пока не выполнится программа, он все равно ничего не передаст следующую программу. Да нет, я имею в виду про бонусную часть. Ну, чекер он же принимает с помощью того же самого pipe, правильно? Чекер или по pipe принимает, или с клавиатуры. Ну, и у тебя пока не будет полностью завершенный ввод, у тебя не сработает чекер. Сразу вот это. Вот тебе взяли какую-то вводную команду, написали в середине и все. В этом смысл. То же самое здесь. Ну, короче, вот. Опять же, худший вариант, если надо сначала все запомнить, а потом все распечатать, потому что сами команды придется тоже писать в листы. Набор команд. И это неудобно, если ты плохо с остальными работаешь. Ну, это в целом неудобно, потому что это требует отдельного деления памяти и так далее. По-моему, можно писать сразу в консоль. Поэтому проблема. Даже если в листе нужно, там все равно ничего даже свапать не нужно. Просто делаешь лист. Ты просто задаешь каждый раз, когда у тебя новая команда, о, новая команда. Да, ты ее тащишь с самого низа. Да, 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 все правильно. Так, ребят, еще вопросы? Я так понимаю, вопросы остались только по концепте работы с листами. Правильно? Все, нет вопросов. Все, тогда спасибо большое. Надеюсь, будет полезно. Должно быть полезно. Спасибо.